Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания город трудовой славы 12 городам страны. За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность этого высокого звания удостоились и Чебоксары. Предприятия Чебоксар внесли большой вклад в победу над фашистской Германией. К примеру, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода. Завод имени Чапаева, раньше более известный как завод номер 320, выпускал боеприпасы, оснащал зоты и другие оборонительные сооружения сурского рубежа. Даже ликероводочный завод в годы войны производил зажигательную смесь «Коктейль Молотова». Звание «Город трудовой доблести» – награда не только столицы, но и всей республики. Вспомним, что за годы Великой Отечественной войны население Чебоксар увеличилось вдвое, не только за счет эвакуированных, но и за счет сельских жителей, чьи рабочие руки были так необходимы военной промышленности. Кроме того, в столице Чувашии в годы войны действовали четыре эвакогоспиталя. Горожане активно участвовали в сборе средств в фонд обороны. Отметим, что наличие оснований для присвоения городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести» проверено Российской Академией наук. Вчера президент нам сделал самый большой подарок к этому празднику, к Дню Республики, подписав указ и включив в город Чебоксары в число городов, названных городом трудовой доблести. И в связи с этим, конечно же, это признание того вклада, который наши предки сделали в ходе Великой Отечественной войны. И этот труд, который они ежедневно притворяли в жизни, несомненно же, с одной стороны, в те годы делал очень существенный вклад для того, чтобы приблизить День Победы, который мы с вами недавно отпраздновали. Но, с другой стороны, конечно же, не остался незамеченным и со стороны руководящих органов партии в того времени, руководящих органов государства. Город и вся республика, как один единый организм, трудились на благо не только фронта, на благо отчизны, для того, чтобы отчизна была защищена, враг, чтобы был побежден. Ну и каждый на своем месте, естественно, отдавал всего себя, невзирая на те сложности, трудности, которые имелись в те времена. Продолжение следует...